Привет тебе, привет. Вот сейчас, да. У тебя 18 лет, ты готовишься к экзаменам. Да. Мы с тобой встречаемся уже третий раз, да, сегодня? Третий раз. Третий раз, да, получается. Ты мне сказал, что у тебя полная неизвестность, как будет экзамен и так далее, а я тебе сказал, неважно, экзамен это или пальчик болит, или резко погоды поменялись, или ты перелетел в другую страну, не имеет никакого значения. Потому что люди часто не связывают логически, упражнения, ключа, они не связывают с экзаменами, или там, допустим, с предстоящим походом куда-то, или поездкой в горы, они не связывают. Они думают, вот есть задача, а есть упражнения. Например, есть физкультура, или, например, есть йога, медитация, а есть вот экзамен. Они никак не связывают одно с другим. Я тебе это рассказал вчера и позавчера, и мы с тобой сделали пару упражнений. Ну, скажи мне, пожалуйста, что ты почувствовал после первой встречи? Вот когда ты попробовал левитацию, что ты почувствовал? Я почувствовал облегчение. Я почувствовал какое-то такое чувство, которое, ну, раньше мне было неизвестно. Ну, это интересно, интересно. А если ты вспомнишь свои жизни, может быть, ты когда-то чувствовал такое после бани, там, или после игры в теннис, там, или после игры в волейбол, или когда ты слушал музыку, может, ты чувствовал это когда-нибудь, нет? Ну, если ты чувствовал, то я уже не вспомню. Ну, хорошо. Короче говоря, за три короткие встречи, мы там по несколько минут встречались в скайпе, что у тебя изменилось? Я стал чувствовать себя более, ну, можешь сказать, уверенным в себе, что ли. Как-то у меня пропала часть страха того, что у меня было к неизвестности, что предстоит. Слушай, ну, замечательно. Давай мы сейчас всех научим. Значит, там есть два входа в это состояние облегчения, состояние прекрасное, как ты говоришь. А я-то его знаю, для всех я говорю, особенно новичок, который будет смотреть, чтобы он тоже понял, о чем речь идет. Это состояние внутренней естественности, внутренней свободы, такой раскрепощенности. Хорошее состояние, просто мы от него отвыкли. Мы постоянно в стрессе находимся. То у нас встречи предстоят, то у нас работа невыполненная, то мы думаем, где деньги взять, то ли еще чего-то. И мы никак не связываем вот эту массу разных задач, мы никак не связываем с простыми действиями, которые, если мы сделаем, но знаем как, то у нас получится после действия такое. И вот сейчас я скажу для всех, чтобы новичок, допустим, смотрит сейчас видео, чтобы он сразу разобрался. Например, там есть обычные механические повторяемые действия. Это те повторяемые действия, которые вы сами иногда в жизни делали, ну, например, бег. Это повторяемое действие цикличное. Есть действия, например, на лыжах ходить, есть действия плавательные, это механические движения. Есть действия там на байдарке плыть, есть действия там, ну, какие еще там разные действия. И вот есть действия левитационные, то есть идеорефлекторные. Это, например, я захотел, чтобы рука пошла, задумался об этом и отпустил ее, и не мешаю, и, как говорится, не втыкаюсь головой, идет она, не идет. Просто как игра. И она раз пошла. Так вот, если мы по полминутки буквально механические повторяемые движения проделываем самые разные и подбираем, какой же из них нам подходит. А подходит то, которое нам хочется продолжать. То есть, или перебираем вот эти левитационные движения, например, палец пошел, или рука пошла, или она пошла в эту сторону. То есть, принцип подбора путем перебора, ключевой принцип. Либо повторяемые механические движения, либо левитационные. При этом откидывать то, что не получается, а повторить то, что получается. Это очень необычное правило. Если мы это все сделаем, ну, буквально уйдет на это, ну, 5 минут, допустим, а потом сядем, наступает стадия последействия. То есть, после перебора этих движений сели и задумались. Сделали взгляд рассеянный, сидим, думаем, о чем думается, переживаем. Ну, экзамен впереди, об экзамене переживаем. Ну, на фоне после того, как мы это все сделали. И вдруг у нас у кого-то слезы пойдут, у кого-то зевота наступит, у кого-то появится ощущение покоя такого глубокого. И сон потом прекрасный становится. Вот давай мы с тобой сейчас сделаем один раз по 10 секунд несколько движений повторяемых, чтобы все посмотрели. И ты, чтобы получил сейчас результат, давай, становись. Что я сделаю? Любые повторяемые движения. Любые повторяемые. Вспомни, там, в теннис играешь, там, или плаваешь, или, там, плывешь, там, или на лыжах ходишь. Любые повторяемые движения, которые тебе больше нравятся. Критерии подбора, как ботинки в магазине, мы подбираем тех, чтобы нам не натирали, не жали. То же самое здесь. Сделай все движения только, которые тебе приятны. Значит, это правильно ты подбираешь. Если тебе приятно, значит, правильно. Да, ну, хватит, давай, следующее движение. Любое следующее. Допустим, игра в теннис. Пожалуйста, пожалуйста. Молодец. Да, пожалуйста, да. Молодец. Да, буквально полминутки, много-минутки. У меня один парень, он перебирал, перебирал, там, несколько минут разные движения, ничего не подходит ему, ничего не хочется продолжить. Потом я ему просто догадался, я ему говорю, а ты, говорю, дирижируй, что ли. Он начал дирижировать и не хочет выходить оттуда, запал. Он говорит, слушай, выходить не хочется, удивительное дело. Потом сел и говорит, ты волшебник. Я говорю, что случилось? Такая, говорит, легкость появилась. Потом он вспомнил, что в детстве хотел быть дирижером. Так, еще какой-нибудь сделай. Давайте как раз это самое дирижирование. Давай. О, молодец какой. О, молодец. Да, да, дирижируй. Любые повторяемые движения по полминутки перебираем по критерию максимальной комфортности. То есть те, которые легко и приятно делать. Да, вот, 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 он уже раскрепощается немножечко. Раскрепощается. Уже видно, сам начинает активизироваться. Во-во-во-во. Видишь, как просто начинать. Это же, ну, это супер-супер. Это такая вещь. Ну, этого не в йоге и нигде тебе не покажут, конечно. Потому что там же как? Там ты повторяй, пока не получится. А здесь ты перебирай, что получается. Это другой принцип, другой подход. Это новый подход. Это индивидуальный подход. А вот после этих движений ты начнешь йогой заниматься, она пойдет как из пушки. Пойдет легко, свободно. И упражнения йоговские, там, под бассану или пранаяма, которые было трудно делать, ты после этого сами легко делать. Потому что раскрепостился. А что хочется еще сделать теперь? Так, сейчас попробую просто постоять. Давай, давай, давай. Делай, что хочется. Вот же, вот полная свобода. Друзья, полная свобода. И слышать, что организм просит. Потому что вы, когда сделали круг повторяемых движений по полминутке, происходит раскрепощение. И происходит ощущение освобождения. И организм начинает сам подсказывать, что вам хочется сделать. Хочется постоять вот так, постойте. Хочется поспать там, посидеть, поспите. Хочется поплакать, поплачьте. Это разгрузка начинается. У каждого по-своему. Во-во-во-во, Натюбанда, молодец. Я вас убираю. Ему в голову не приходило пять минут назад, что он вот так вот сейчас будет делать. Все верно. Могу это подтвердить. Ну вот. Так. Во-во-во-во, теперь организм сам подсказывает. Молодец. Да как он сдаст экзамен? Вот так вот. Потому что он пойдет в такой полной уверенности, как на праздник. Конечно, конечно. Потому что раскрепощение. Раскрепощение. Вот Станиславский обучал актеров снимать нервно-мышечные зажимы. Был бы сейчас Станиславский, мы бы с ним так обнялись. Он бы так обрадовался. Потому что Станиславский всю жизнь страдал нервным напряжением. И он писал в своих книгах о том, как он старается бороться с этим напряжением и учит актеров снимать нервные зажимы. И он занимался йогой. И Михаил Чехов занимался режиссером. Да, конечно. И школы Чехова по многим странам мира были. А вот теперь революционные упражнения. Потому что мы уже два-три раза встречались по пять-десять минут. Вот он знает уже. А теперь легко они получаются. Да. Легко. А вот те, которые не получаются движения, и не нужны. Тут главное искать, что получается. Отбрасывать то, что не получается. Да, потому что это школа. Homo futurus. Во. Звезды над нами, и космос внутри нас. И упражнение полет. Сейчас мы сделаем упражнение полет. Опустите руки. И вообрази, что они всплывают наверх. Да. И держи их так, чтобы они бедер не касались. Это вопросы техники. Да. А секрет такой, чтобы бедер не касались. Да. И воображай, что ты птица, что руки всплывают, летят. И ты летишь над облаками. Подбери образ. Образ подбери. Любой, какой ты хочешь. И одновременно думай о том, что ты пойдешь на экзамен. А я вот так делал. Вот так вот делал. Да. И одновременно мечтал, что я буду рисовать только шедевры. Да. Я, конечно, на школе тоже рисовал. На промокашках там. Всякие кораблики, самолеты летал. Там истребители рисовал в школе. Никогда в голову мне не приходилось, что я могу быть художником. Вот Юрий Агустович, он будет художником, товарищ мой был. Потому что папа его художник, мама художник, вы известные. И он художником стал. А я думаю, а это какой художник? Вот искусство высокое и я. И я так при чем? А вот я стал делать вот это однажды. И размечтался на фоне этих приемов, что я рисую так гениально, так великолепно рисую. Такие шедевры, что приходят девочки, все девятся. Какое диво я сотворил. И вдруг я почувствовал, что блок, который у меня был, исчез. У меня появилось такое ощущение, ну, хочешь рисовать, кто тебе мешает. Блок исчез. Эти упражнения, эти приемы нужны, чтобы снять блок. Мечтаешь об экзамене, делаешь эти упражнения, повторяемые движения или левитационные. Думаешь, а мечтаешь, переживаешь об экзамене. И вдруг ты замечаешь, что блок исчез. И потом ты думаешь, да что, я первый, что ли, иду сдавать экзамен. Да сдам, конечно. Совершенно другое мироощущение появляется. Во-во. Ну скажи, что ты там чувствуешь? Я чувствую свободу. Чувствую какую-то освобожденность в своей голове. Во-во-во. Ты мне это неизвежливости говоришь, нет? Никоим образом, нет. Отлично. А ты представляешь, отец, который мне позвонил из другой страны и говорит, мой сын там в Москве экзамен сдает, он нервничает, там неизвестность, там и прочее. Десятое. Он будет счастлив, когда он видит наш свой за собой ролик. Ты представляешь? Я представляю. Да. А смотри-то, как лицо у тебя изменилось. Ну теперь скажи свое имя, если хочешь, если не хочешь, не говори. Меня зовут Владислав. Вот Владислав. И имя у тебя прекрасное, и лицо у тебя сейчас прекрасное. Смотрите, какое лицо у тебя стало. О! Вот. Но есть еще стадия последействия, последействия. То есть, если ты после этого захочешь спать, спи. Захочешь ты там позаниматься еще, позанимайся. Ну, знаешь как, вот я обычно говорю, стадия последействия. Кто-то спать захотел, кто-то плачет, кто-то там зевает, кто-то хочет поделать еще какие-то действия. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но если вам захочется спать То вместо того Чтобы поспать Не надо идти драковать Чтобы не путать одно с другим Чтобы шибки не было Ты понял меня, да? Ой, какое лицо у него прекрасное Я вас понял Хорошо, ладно Давай А я сейчас монтирую этот ролик И выставлю в YouTube Потому что у нас во вторник Во вторник В 20 часов бесплатный ликбез Бесплатный ликбез И все будут туда заходить с зумами А там мы когда начнем эфир Ликбез проводить будем Мы сбросим ссылку на зум Пусть все приготовят Свои устройства Начнем эфир на YouTube канале Если получится в Instagram На YouTube канале Сбросим зум Все туда войдут зум Чтобы у нас была обратная связь В видео Все будут задавать вопросы У кого что получается Как не получается А как это использовать Для рисования А как это использовать Для того, чтобы научиться Быстрее машину водить Легко, свободно, безопасно А как это использовать Чтобы лучше спать А как это использовать Для того-то, для того-то, для того-то И там мы будем это все рассказывать, отвечать, развернутые ответы давать. Давай, спасибо, Владислав, тебе за участие творческое. Мы теперь вместе с тобой, школа человек будущего, Homo Futurus, видишь? Полет, сцене полета. Да, 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 здесь упражнение полет. Вот то, что ты сейчас сделал. И там как раз свобода. Ну, в том-то и дело. Все вместе, будущее. Да. Это новый подход к обучению, тренировке, восстановлению, помощь в лечении. Это вообще работа со стрессом. Использовать стресс в собственных интересах. Об этом мы еще в следующий раз поговорим. До встречи. Обнимаю тебя. Да, спасибо вам большое еще раз. До свидания. Доброго ночи. Субтитры подогнал «Симон»!